Дорогие телезрители, необходимо отметить, что это первый эфир 2018 года. И пока вся республика отдыхала, отмечала новогодние рождественские праздники, спортивная жизнь у нас не стояла на месте. И первыми спортивный 2018 год открыли юные боксеры. Да, действительно, с 3 по 7 января в детско-юношеском спортивной школе номер один города Якутска проходили такие турниры, как турнир сильнейших среди юношей 2002 и 2003 годов рождения, а также турнир памяти мастера спорта международного класса Советского Союза Николая Жиркова. Ну и, соответственно, мы пригласили людей, которые связаны с этими соревнованиями. С большим удовольствием представляем вам наших сегодняшних гостей. У нас в студии вице-президент Федерации бокса Республики Саха-Якутия Георгий Романович Евловский. А также старший тренер юношеской сборной Республики Саха-Якутия по боксу Василий Лисица. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну и первый вопрос, конечно. Мы озвучили два спортивных мероприятия, которые прошли буквально недавно. Ну и мы знаем результаты. Вот расскажите общую информацию о том, сколько участников было, как настроение и каковы результаты. Так, я, наверное, отвечу, да. Я расскажу вам про турнир сильнейших. Это турнир, который является отбором на первенство Дальневосточного федерального округа. Турнир, на который съезжаются только сильнейшие боксеры, которые вошли в восьмерку на первенстве Республики. В турнире приняло участие 52 боксера. К сожалению, не приехало у нас два района. Это Мирненский и Нерюнгринский район, которые не смогли по транспортным схемам добраться до Якутска. В целом, турнир прошел хорошо. Тот костяк сборной, но основные лидеры, так скажем, они подтвердили свое... Свой статус, да? Свой статус подтвердились, но заняли первые места. Состав сборной определен уже. Эти ребята будут готовиться на первенство Дальнего Востока, которое пройдет с 9 по 14 апреля в городе Нерюнгре. Да, ну, как раз таки, да, мы заговорили о турнире сильнейших. Да, действительно, очень важное соревнование, которое открывает календарный год в этом году по федерации бокса. И как мы сказали, то, что будут отобраны вот ребята, да. И мы на правах хозяйки, да, вот мы, Василий, вы отметили то, что Дальний Восток будет у нас проходить Нерюнгрей. У нас есть два состава. На правах хозяйки ставим две команды. Вот каким образом будут распределяться боксеры по этим Дум-составам? И вообще, если говорить об этих двух командах, какие ребята собраны и какие цели, амбиции ставить? Ну, на самом деле, там ничего такого не будет. Просто допустят всех ребят, которые заняли первое и второе место в своей весовой категории, а там уже как-то делить их не будет. То есть, они что первый, что второй номер, они будут, ну, на равных условиях выступать. То есть, не будет такого, что кто первое место занял, зайдет в первую команду, а кто второе, второе. Такого не будет. Такого не будет. Их просто допустят к соревнованиям. Это допустят к соревнованиям, а там уже все боксеры будут уже равны. Георгий Романович, вопрос к вам. Помимо турнира сильнейших, также прошел турнир памяти мастера спорта международного класса Советского Союза Николая Жиркова. Среди юношей 2004-2005 года рождения. Совершенно верно. Расскажите немножко про это мероприятие. Так, ну, это мероприятие проводилось в Федерации бокса города Якутска. Ну, республиканская там тоже приняла участие, соответственно. И также под егидой администрации города Якутска, да, где председатель споркомитета Константин Семенович Бурсов в самом прошлом, мастер спорта СССР. Вот они ежегодно проводят этот турнир. Турнир проводится, как вы уже заметили, в начале года всегда. Для того, что... Так же, как и турнир сильнейших проводит вот Василий Викторович, будущий старшим тренером. И до него, вот сколько лет, уже семь раз проводится турнир сильнейший. Почему он проводится в такие ранние сроки? Чтобы ребята всегда себя держали в форме, не объедались на Новый год. Ну и само собой, да, главное, что отбор к Дальнему Востоку, который проходит в обычном феврале, они к этому времени уже могли подготовиться. А турнир памяти Жиркова, Николая Николаевича Жиркова, мастер спорта международного класса, он проводится вот в этот возрастной категории, который вы сказали, он тоже проводится совместно, так как все тренера, судьи, они у нас одни и те же, у нас их там не так уж много. И поэтому, чтобы не было разброда, мы почти в одни сроки, согласовав там с Константином Семеновичем и с мэрией города Япутска, мы проводим вот эти вот бои. Очень интересные, хорошие, насыщенные. Это возраст, которого Жиркова, боксировал на турнирах Жиркова, он потом по следующим уже должен будет перейти в возраст Василия Викторовича, который будет боксировать уже на турнирах сильнейших. Да, вот как раз продолжая тему, да, о турнире сильнейших, вот Георгий Романович, как вице-президент Федерации, вот скажите нам, пожалуйста, какие цели и задачи ставит Федерация перед вот ребятами, которые вот полетят в Нерингри в апреле? Ну, я бы сейчас, цель и задача это завоевать путевки на чемпионаты России, там, да. Значит, по юношам, вернее, на перенестве России, то есть по юношам перенества России, да. Потому что отбор, отбор будет, он всегда проходит в разных городах. В Владивостоке, там, Беребеджане, там, в этом году проводится в Нерингри, ну, на родине у нас там, в Якутии. И мы хотим, чтобы ребята выступили, заняли, завоевали путевки на перенество в России. Ну, это главная, как бы, задача там, да. Ну, Дальний Восток, как такого, якутские боксеры этого возраста, в принципе, 3-4, возможно, даже и 5 путевок, так называемых, первых мест завоевывали, даже в других регионах. В этом году в Якутии, ну, может быть, стены помогут, да, атмосфера будет. Да, надеяться там. Ну, а вообще, вот, Василий, у меня к вам вопрос. Все-таки, как вы уже сказали о том, что все-таки есть фавориты, да, которые просто периодически доказывают, да, свой вот такой вот, ну, титул, да, свой лидерский. Вообще, появляются ли новые, да, звезды именно в юношенском боксе, или все-таки у нас с этим немножечко есть проблемы? Ну, конечно, они появляются. Кто-то, например, они врастут, то есть переходят там в юниоры с юношей переходят, дальше переходят во взрослые. Может быть, некоторые ребята, которые себя в юношах не проявили, показывают результаты в юниорах. Есть ребята, которые ни в юношах, ни в юниорах себя не проявили, но тренировались, там, занимали вторые-третьи места, показывают результат уже во взрослом боксе. А так ребята, конечно же, появляются, и у нас в нескольких, ну, есть у нас, скажем таки, веса, где по несколько лидеров, то есть, особенно легкие весовые категории, там, два-три спортсмена, они примерно одного уровня, ну, и между ними идет такая, ну, хорошая конкуренция, благодаря которой они растут, и, то есть, это равноценные боксеры, которого можно повести там на Дальний Восток, можно их обоих вести, и они покажут хороший результат. А есть весовые категории, где у нас, ну, так скажем, есть небольшие проблемы, это вот тяжелые веса, у нас ребят очень мало в этих весах, и, ну, на турнире сильнейших, опять же, у нас вот двух весовых категориях ребята без боев стали просто первыми, потому что соперников у них не было. Ну, такая проблема встречается, на самом деле, во всех видах спорта, да, не только в боксе. Ну, и Василий Викторович, вот, в апреле нас ждет Дальний Восток, да, и если, вот, как раз мы заговорили о конкуренции, вот, какими командами ожидаете, вот, да, встретить наибольшее сопротивление, и вообще, есть ли там какие-то предпочитаемые соперники на Дальнем Востоке? Ну, вообще, такого нет, что предпочитаемые соперники или что-то, просто есть на Дальнем Востоке, регионов, в которых бокс очень хорошо развит, это Приморский край, Хабаровский край, но и, как бы, наша республика тоже занимает одно из лидирующих мест. Да, но, например, ребята с Магадана, их там немного приезжает, но у них есть, ну, очень хорошие боксеры, то есть, в принципе, в каждом регионе в каких-то весах есть сильные, сильные спортсмены, то есть нет такого, что, но просто обычно Владивосток, ну, Приморский край и Хабаровский край, это очень большие команды с очень хорошим уровнем бокса. Ну, наверное, это будет нашими основными конкурентами. Ну, и говоря вообще о наших фаворитах, давайте минуточку перечислим, да, чтобы все-таки республика знала своих героев, да, вот кто у нас такие самые яркие спортсмены. Может, не стоит, чтобы ребята не завязвились там. Ну, мне кажется, они порадовали. Кстати, вот один из последних у нас таких результатов, это на первенстве России 2017 года, переходной России, которая прошла в декабре в городе Анапа, Максим Козлов занял третье место и вошел в состав сборной России. И теперь до 23 июля 2018 года он будет в составе сборной, а летом пройдет опять же первенство России, где уже будет известно, останется ли он в сборной, либо нет. Также один из последних у нас результатов, это в декабре проходила матчевая встреча сборной республики Саха-Якутия против сборной города Москвы среди юношей, где наши ребята, многие из которых заняли первые места на турнире сильнейших, одержали победу. Это Пшенников Николай, это Максимов Саид, Лукин Ян, Иванов Джилус. Вот эти наши ребята хватают. Новые имена, которые в скором времени, надеемся, будут покорять вершины большого спорта, и мы будем говорить о них уже, как сегодня говорим о Василии. Совершенно верно. И вот продолжая тему, Георгий Романович, скажите, пожалуйста, наступил 2018 год, насколько насыщен календарный план, какие мероприятия, сколько их планируют? Ну, начиная с главного, в том, что у нас в октябре будет проходить чемпионат России по боксу, который будет позволять завоевать путевку на чемпионат Европы, а на чемпионат Европы будет завоевана путевка на чемпионат мира, а на чемпионате мира будет завоевана путевка на Олимпиаду. Все мы как бы нацелены. Но до октября месяца у нас очень много мероприятий. И выездных, и по всем разным возрастным категориям. Начиная от разных республиканских, некалендарных соревнований. Разные районы, регионы наши проводят тоже память или в честь кого-то знаменитых своих земляков, боксеров. Проводится очень много турниров. Но основные это календарные соревнования, которые проходят по возрасту юниоров и юношей. Их тоже у нас начался турнир сильнейший. Кстати, про турнир сильнейший я вам хочу сказать, что он был в свое время инсценирован старшим тренером Павлом Владимиром Ивановичем. И руководителем частной автошколы Арт-Авто. Вот эти два человека, Семенов Дмитрий Александрович и Павл Владимирович, они вот без поддержки госструктур, они этот турнир сильнейших и проводили. И раз пять они провели на призы, на медали и так далее, на подобное. А сейчас уже проводятся под егидой управления детского юношкого спорта, который входит в состав Минспорта. Они как бы взяты уже там, да, в календаре плотно стоят. Мы надеемся, что этот турнир всегда будет проходить. Также Минбарит под егидой нашего министерства спорта. Ну действительно, энтузиасты всегда уносили весомую лепту во все времена, в любой вид спорта. Ну что ж, дорогие гости, мы очень благодарны вам, что вы нашли время и посетили нашу студию. Желаем нашим ребятам, вот еще раз напоминаем для наших дорогих телезрителей, то, что у нас в Нерюнгре с 9 по 14 апреля пройдет первенство Дальневосточного федерального округа, где выступит наша команда в составе именно двух команд сборной Республики Сахаев. Ну и мы, конечно, надеемся, что вы вернетесь с медалями, и в этой студии мы обязательно будем чествовать победителей. Спасибо. Ну что, дорогие телезрители, а мы продолжим наш эфир сразу после короткой рекламной паузы. Оставайтесь с нами. Не переключайтесь. В эфире снова телепередача «Спорт-клуб» в студии работы Власти Сергеев и Дарья Анкехова. В последующих двух блоках мы будем говорить про адаптивный спорт. Да, это очень интересная тема, и мы часто приглашаем в студию гостей именно в этом виде спорта. Но и напоминаем вам о том, что с 13 по 14 января во Дворце спорта «50 лет победы» пройдет чемпионат Республики по волейболу среди лиц с нарушением слуха. И именно поэтому мы сегодня пригласили людей, которые смогут осветить нам эту тему. Ну и представляем вашему вниманию наших гостей. У нас сегодня в гостях директор государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия, Республиканский Центр адаптивной физической культуры и спорта Анастасия Семеновна Михайлова. Добрый день. Далее сидит у нас Василий Андреевич Аленов, тренер по легкой атлетике Республиканского Центра адаптивной физической культуры и спорта. Ну и также тренер этого центра, но уже по волейболу Константин Дмитриевич Гаврилев. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну и первый вопрос, наверное, к Анастасии Семеновне. Расскажите, пожалуйста, вот о грядущем чемпионате. Что нам ждать от него и вообще как часто проводится? Ну, волейбол среди спортсменов с нарушением слуха у нас проводится уже третий год в этом году. И вот как раз Константин Дмитриевич подошел с мандатной комиссией. Я думаю, он сейчас осветит, сколько команд уже приехали с улусов и уже готовы соревноваться на завтрашний день. Ну что ж, раз вопрос, дабы переадресовывать, Константин Дмитриевич, расскажите, пожалуйста, о географии и количестве участников. Сколько команд примет участие, есть ли среди них все лидеры или кто-то не смог приехать? Ну, как сказала Анастасия Семеновна, этот чемпионат по волейболу среди лиц с нарушением слуха у нас проводится третий раз. И на нынешний чемпионат у нас заявилось 10 команд, 87 участников. Но надо тут заметить, что у нас соревнования проводятся в смешанном стандарте. Ну, как сказать, состав смешанный, на площадке должны быть 4 мужчины и 2 женщины. Ну, это такой своеобразный, как сказать, волейбол. Завтра у нас в 10 часов будет открытие соревнований и потом уже игры по группам. Ну, если сказать по составу участников, то на нынешний чемпионат приехали почти все команды, которые занимаются волейболом. И я думаю, что игры будут проходить очень интересно. Это я веду к тому, что это очень такие своеобразные соревнования. Надо сказать, что это среди лиц с нарушением слуха. Там очень они люди такие эмоциональные. Они очень радуются маленькому успеху. Они такие очень жизнерадостные. Ну, соревнования бывают очень интересными. Я вас всех приглашаю. Ну, а вообще о каком количестве участников мы говорим? 87 человек. То есть достаточно много, да? 10 команд. 10 команд. Да, ну, то есть мы поняли то, что действительно это соревнования с особой атмосферой, да, где не только накал страстей, но и даже вот мы говорим о том, что своеобразная реакция на маленькие успехи спортсменов, да. И сейчас, Анастасия Семеновна, я предлагаю поговорить об успехах до адаптивного центра адаптивных видов спорта и физической культуры уходящего года. За прошлый год, 2017 год уходящий, какие самые важные события вы бы отметили у нас сегодня в студии? Ну, 2017 год для нас очень такой плодотворный и очень насыщенный год прошел. И хочется, конечно, отметить самое главное, то, что у нас появился сурдолимпийский чемпион. Все знаете, что Василий Стрекаловский стал сурдолимпийским чемпионом. Я сама была тоже в городе Самсун, Турсии, и прямо ощущение такое было, да, переживала. И когда выехали там спортсмены, наши спортсмены, четверо спортсменов выехало, три борца и Эвдокия Катаргина по пулевой стрельбе, да. И это успех Василия Стрекаловского, я думаю, это командный успех. То, что он как спортсмен сам, все, что сам смог, все сделал. И плюс, я думаю, что это работа команды, начиная с поддержки Министерства спорта, Школы Высшего Спортивного Мастерства, работники, медицинские работники, психологи, тренера. И поэтому этот успех приходит, когда работа ведется в таком уровне, в высоком уровне, да. И для наших спортсменов очень хороший пример, показал Василий, сам как человек тоже очень эридуированный. Он закончил красным дипломом Институт физической культуры и спорта, что тоже примером становится для наших спортсменов, да. Он среди спортсменов по слуху, он первым поступил в такое высшее образование, именно физкультурное, да. И за ним уже ребята закончили, получили дипломы, и сейчас поступают молодые ребята. Поэтому мы как Центр адаптивной физической культуры гордимся им, именно успехом. Безусловно, Василий является примером во всех направлениях, да. И я вот предлагаю Анастасии Семеновне подробнее остановиться, да, вот с чего, собственно, начинался вот этот путь, да, к сурдолимпийскому золоту. Вот в этом году впервые Якутску было доверено провести чемпионат России по вольной борьбе среди спортсменов с нарушением слуха. Вот как мы добились этого права, вот... Вот я не зря сказала, что это поддержка нашего руководства, Министерства спорта и правительства, да. То, что мы организовали и взяли такую ответственность провести чемпионат России по вольной борьбе. И этот успех, то, что в нашей республике было, да, и ребята как раз все заняли первые места и как раз вошли, отборочные соревнования прошли и состав сборной России были, да. И это стало, конечно, для них большим успехом, то, что у нас было, да. И все спортсмены и тренеры были очень довольны, судьи, потому что наша республика проводит такие соревнования в таком большом, хорошем организационном уровне, да. И все регионы были довольны. И когда мы выехали с Самсун, даже там иностранные спортсмены знают, где Якутия и какие спортсмены там соревнуются, и как наша республика организовывает такие большие мероприятия. Мы были очень довольны. Есть чем гордиться. Действительно. Василий Андреевич, вы являетесь тренером по легкой атлетике. Вот расскажите про достижения своих подопечных, своих спортсменов и вообще, как у вас обстоят дела? Ну, в этом году у нас лучшее достижение этого года среди моих воспитанников. Это у нас в республике появился первый чемпион России. И за вот за время, которое мы работаем, у нас, значит, чемпионов России еще официальных не было. Мои воспитанники выигрывали кубки России, первенство России. В этом году вот чемпион России у нас появился Рустам Кутле-Ахметов, он с города Нейрингри по метанию копья. Вот. А в общем, если сказать, среди, значит, по первенству России, среди молодежи до 23 лет, мои воспитанники завоевали 11 медалей. Из них 5 золотых и 6 серебряных. Ну, то есть... Продуктивный год тоже такой, да? Насыщенный. Да, насыщенный год во всех направлениях стоит отметить, да? Ну, и расскажите, пожалуйста, вот Василий Андреевич, я где-то прочитала ваше интервью, и что у вас все-таки есть такая небольшая проблема вот именно с поиском, да, спортсменов. Где-то даже я читала в средствах массовой информации, что чуть ли не вот по улице идя вы обращаете внимание на различных ребят и приводите их уже именно в спортивные секции, да? И есть, и таким образом вы находите же себе, да, таких прям ярких воспитанников. Вот все-таки это, наверное, вопрос ко всем будет. Нет такой определенной системы, да, отбора. Это все-таки больше как индивидуальное желание, и есть все-таки проблемы с этим, да? Вот как находить спортсменов? Да, но даже были случаи, когда мы с женой в магазине находились, в магазине, и моя жена говорит, там мальчик без руки стоит, кажется, да ты что, говорит, где, вон стоит, говорит, ну ладно. Я пошел к нему, говорил, вот как тебя зовут, там родители, телефон взял, созвонился, вот он приходил, занимается хорошо. По сей день занимается? Да. Вот, но есть такие даже случаи. Ну, то есть, человек серьезно занимается по сей день спортом, а все к этому привело случайные встречи в магазине, да? Действительно. Возвращаясь, да, к важным спортивным стартам, которые были доверены нашему городу, в прошедшем году также нам было доверено провести первый этап чемпионата России по волейболу Сидио. Давайте вот остановимся на этом моменте, как прошли соревнования, мы знаем то, что Якутия, сборная команда Якутии почти завоевала бронзовые медали, шаги остановилась от этого. В общем, мы знаем то, что пять различных команд из различных регионов страны было, и мы знаем то, что старший тренер сборной России по волейболу Сидио Александр Овсяников вообще отметил то, что лучшая за всю историю проведения, да, вот, чемпионат, ну, этап прошел у нас в Якутске, вот об этом подробнее, пожалуйста. Ну, первый этап чемпионата России по волейболу Сидио у нас прошел с 1 по 4 июня, как все знаете, вся пресса тоже говорила, рассказывала об этом, но я хочу остановиться именно, как эмоции наших спортсменов было, да. То, что приехали из регионов России, ребята были очень довольны именно организацией и приемом этих соревнований спортсменов, условия проживания, питания, и именно судейский состав тоже, вот, Константин Дмитриевич заранее отрабатывал, пригласили мы судей всероссийской категории, также, вот, старшего тренера Российской Федерации мы тоже приглашали, да, и мы даже хотели показать именно нашу республику, наши традиции, и мы приглашали их на такой, на природу, такой базы отдыха. Да, базы отдыха Ил-Эй-Ге, они очень гостеприимно их встречали, несмотря на то, что там были спортсмены на колясках, были очень довольны, мы традиционно там свои показывали одежды и питание, какое наша республика питается, да, и спортсмены сами были очень довольны, попробовали такие блюда, именно нашего национального, да, и были очень довольны. Ну, то есть, не только соревнования были насыщенными, но и культурная программа. Культурная программа и про спортивные программы уже вы все знаете. Ну, да, если я, я хочу добавить, да, у нас с прошлого года у нас чемпионат России стал проходить в два этапа. Первый этап, второй этап, и по сумме двух этапов уже выводятся места, ну, как бы, итоги чемпионата России. И вот на первом этапе у нас в Якутске мы, ну, не смогли в тройку войти, но потом второй этап у нас был в октябре месяце в городе Алексин, Турской области. И мы смогли стать, воевать третье место, стать бронзовыми призерами. И там, как мы сразу приехали на чемпионат, там сразу, ну, уже ребята все знакомые, там, которые приезжали сюда к нам весной. Они все говорят, отзываются очень хорошо, что вначале, когда вот в позапрошлом году еще, да, когда мы были на чемпионате России в шестнадцатом году, там было такое предложение, чтобы провести чемпионат здесь у нас тоже. Уже первые такие были предложения, и все, там большинство было против. Почему так далеко? Потому что же все, расходы же, очень большие расходы. И все были против почти, что зачем так далеко проводить туда-сюда. И, а уже нынче, уже все, все сказали, давайте чемпионаты будем проводить только у вас. Только в Якутске, да? Замечательно. Ну что, Константин Дмитриевич, обязательно продолжим эту интересную тему. Ну, а дорогие телезрители, не приключайтесь, оставайтесь с нами. Снова в эфире передача «Спорт-клуб». Судьей работы Вася Сергеев и Дарья Анкехова. Итак, дорогие телезрители, если вы только присоединились к нам, напоминаю вам о том, что сегодня мы говорим про адаптивный спорт. И неспроста. Ведь 13-14 января во Дворце спорта «50 лет победы» пройдет чемпионат Республики по волейболу среди лиц с нарушением слуха. И это был первый информационный повод. Ну, а сейчас мы говорим с нашими гостями вообще, да, о том, как у нас... Да, до ухода на рекламу мы говорили об итогах года ушедшего, 2017-го, и сейчас мы, собственно, продолжим нашу беседу с нашими гостями. И одним из самых важных моментов, да, уходящего года, это было включение двух сразу дисциплин в программу «Игр народов» в Республике Саха-Якутия, которая состоится этим летом в Амгинском районе. Как мы знаем, то, что были включены волейбол сидя и легкая атлетика. Вот о значимости этого события уходящего года. Ну, самое главное то, что вот мы, адаптивный спорт, впервые, вот, седьмые спортивные игры будут включены в дисциплины адаптивных видов спорта, да. И мы считаем, что это большое достижение Министерства спорта, что включили такие дисциплины именно по адаптивным видам спорта, да. И все муниципальные образования уже готовятся к этим соревнованиям, будут соревноваться по легкой атлетике, как раз вот тренер Аленов Василий Андреевич сидит и по волейболу сидя будут соревноваться. И как раз пользуясь случаем хочется обращаться именно муниципальным образованием, какие вот внимательно слушать, какие виды спорта и какие классификации будут среди спортсменов. Ну, давайте подробнее об этом, да, уже... Уже у тренера узнаем, да? Да. Василий Андреевич, расскажите. Ну, по легкой атлетике у нас запланировано, значит, участие в дисциплинах, по видам спорта, в спорт лиц с поражением пронодвигательного аппарата, по спорту глухих и по спорту слепых. Это у нас официальные названия видов спорта по реестру Министерства спорта, да. И, значит, у нас будут дистанции 100 метров, бег и гонка на колясках, и толкание ядра сидя, и толкание ядра стоя у спортсменов ДЦП. Если говорить о классификации, то классификация это у нас, когда мы разделяем спортсменов по заболеваниям. То есть принцип паралимпийских игр у нас соревнования в равных возможностях. И чтобы создать эти равные возможности, мы разделяем спортсменов по заболеваниям, и каждый соревнуется с тем, у кого идентичные заболевания. Кратко. Вот. И мы, конечно, очень рады, что легкая атлетика именно попала в программу Игр народов. Да. Это даст большой толчок, я считаю, развитию вообще легкой атлетики и адаптивного спорта, потому что у нас республика очень большая, и мы не знаем потенциально, значит, какие спортсмены у нас в дальних регионах нашей республики сидят тут, например. Это возможность показать, да, себя? И найти лучших спортсменов. Вот, конечно. Да, как нам объяснили, да, очень много дисциплин, практически отдельная спартакяда внутри спартакяда, получается, да? Да, да, да. Ну, а что касается волейбола, Константин Дмитриевич, вот, как у нас все будет проходить, вот, в Амгинском районе? Да, у нас тоже впервые волейбол сидя будет представлен на финальных соревнованиях седьмой спортивных Игр народов республики. И я замечу еще, что это будет, как бы сказать, третий вид волейбола, потому что там будет классический волейбол, будет пляжный волейбол и волейбол сидя будет. И у нас по положению седьмых спортивных Игр народов у нас в марте месяце будет проходить чемпионат республики, и где восемь лучших АМАД будут отбираться, которые отобраны уже в финальной части, да? Да, первое-восьмое место они будут уже участвовать в финальных играх в Амге. Ну, у нас волейбол сидя, у нас является спортом лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Ну, у нас в России для того, чтобы поднять уровень волейбола сидя, и у нас допускается участие одного здорового спортсмена и одного с минимальным поражением опорно-двигательного аппарата. Это среди мужчин, а среди женщин допускается участие двух спортсменов здоровых и одного спортсмена с минимальным поражением опорно-двигательного аппарата. Но нынче в международной классификации будут изменения. Там по международной классификации допускается только один спортсмен с минимальным поражением опорно-двигательного аппарата. Нынче этого не будет, потому что будут участвовать на международных соревнованиях только спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата. И я думаю, что в России мы постепенно тоже перейдем к этому. Но и все-таки спорт, как сказал Василий Андреевич, должен быть спортом равных возможностей, людей с равными возможностями. Поэтому мы все-таки потом уже перейдем к тому, что волейбол будет играть только лица с поражением опорно-двигательного аппарата. Вот так кажется. Планы у нас отличные. И самое главное, что у нас есть спортсмены, которые прям ждут уже и готовятся к этим соревнованиям. И, конечно, мы будем ждать хороших результатов именно на этих играх. Ну а сейчас, Анастасия Семеновна, хотелось бы поговорить уже в общем о Центре адаптивной физической культуры. У вас есть плоды, ваши ребята постоянно радуют вас. Но мало кто знает, как вы живете в повседневной жизни. И вообще, как давно появился Центр. Ведь вы стоите у истоков образования. Ну, наш Центр открылся распоряжением правительства Республики Саха-Якутия 2014 года. С 21 мая мы уже работаем. Сейчас уже есть о чем говорить, как говорится. Результаты появились. Ижегодно у нас и медальные зачеты тоже повышение идет. Если в прошлом году у нас спортсмены завоевали именно в официальных соревнованиях 111 медалей, считая Всемирные игры Айваз и плюс Международные спортивные игры Дети Азии. Именно по двум дисциплинам наши спортсмены участвовали. В этом году наши спортсмены завоевали 105 медалей. Это официальные чемпионаты, первенства России и Европы мира. И хочется сказать, что то, что наш Центр находится в самом центре нашего города Якутска, очень удобно, доступно для наших спортсменов. Всегда они благодарят, что для них наше правительство и Министерство спорта именно выбрало в центре города Якутска. И по программе «Доступная среда» мы совместно с Министерством труда и социального развития проводим такую работу по программе. И доступность для наших спортсменов по всем вопросам мы стараемся именно создать условия для наших спортсменов. И самородок стал очень любимым местом для наших спортсменов сейчас в данный момент. Да, действительно, мы знаем то, что у нас Центр базируется в самородке, но помимо этого множество занятий проводятся и в других спортивных объектах столицы нашей республики. И отсюда вопрос, по каким видам спорта работает Центр? Вот если перечислили, например. Да, ну в Центре культивируется 14 видов спорта. Это легкая атлетика, волейбол сидя, также и волейбол для спортсменов с нарушением слуха еще есть у нас. Водная борьба для спортсменов по слуху тоже. Настольный теннис. В этом году у нас, когда спартакиада проходила, впервые мы именно играли нашим спортсменам настольный теннис для слепых, это шоу-даун. Тоже очень интересный вид спорта, паралимпийский вид спорта будет в городе. Поэтому виды спорта, которые у нас культивируются, еще стрельба из лука, также боча тоже впервые мы проводили. И наши спортсмены уже показывают результаты. Вот воспитанник Василия Андреевича Борисов, Василий тоже в Дальнем Востоке занял первое место по боче. Нас поддерживает компания Мегафон, за что мы им очень благодарны. Совместно всегда, когда мы проводим соревнования по боче, они принимают участие в награждении. И также много любимых таких видов спорта, которые ребята начинают только заниматься. И уже стало очень много спортсменов. Если сказать по систематически занимающимся, в этом году мы насчитали более 6 тысяч спортсменов, которые именно систематически занимаются адаптивными видами спорта. Это по всей республике? Это по всей республике. Анастасия Симоновна, вот насколько важен спорт вообще в процессе реабилитации для людей с ограниченными возможностями, с ограничениями, с какими-то... Вот спорт вот для них, это же не просто, это же совершенно немножечко другая философия, да, нежели для совершенно здоровых людей. Вот, может быть, немножечко призыв какой-нибудь сделайте к телезрителям, которые, допустим, ну вот есть у них ребенок подрастающий, да, и есть какие-то проблемы со здоровьем. Вот как отважится все-таки сделать из ребенка спортсмена? Ну, не все становятся именно спортсменами высокого класса. Я хочу сказать, что именно адаптивным видом спорта могут заниматься все, кто желает и кто позволяет именно здоровье, да. Есть в нашем центре комиссия, которая допускает по различным видам спорта, могут определить спортсмена, который, например, сидит дома и хочет заниматься, они не знают, каким видом спорта заниматься. Поэтому для нас есть специалисты, которые могут подсказать им, каким видом спорта могут заниматься. И хочу сказать, что не только медицина помогает в реабилитации наших людей с инвалидностью, но и наша физическая культура и спорт. Это очень хороший как раз для наших людей с инвалидностью реабилитация, средства реабилитации именно через спорт. Ну, наш эфир практически подходит к концу. Давайте в конце нашей беседы еще раз напомним нашим телезрителям, что у нас уже завтра начинаются соревнования под сводами Дворца спорта «50 лет победы». Давайте вот, Константин Дмитриевич, о расписании. Во сколько начало? У нас завтра в 10 часов будет открытие, торжественное открытие соревнований. И затем сразу на двух площадках будут проходить игры по двум группам. Ну, я сейчас какие команды играют, сейчас сказать не могу. Но завтра у нас стыковочные игры в группах. Послезавтра тоже мы игры в группах заканчиваем. Потом полуфинальные и финальные игры уже в воскресенье будет. Ну что, спасибо большое, дорогие наши гости, что посетили наш эфир. Ну и на этом время нашего эфира, к сожалению, подходит к концу. Дорогие телезрители, не прощаемся. Мы увидимся в следующую пятницу. И, как всегда, будем освещать самые интересные моменты спортивной жизни нашей республики. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин